Отметили День славянской письменности и культуры и в Севастополе. Общегородские праздничные мероприятия уже в 23-й раз проходят на территории Национального заповедника Херсонес-Таврический. Именно здесь, в IX веке, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий обрели Евангелие, описанное славянскими письменами. В Свято-Владимирском кафедральном соборе в рамках празднования состоялся фестиваль духовной музыки, а на территории заповедника, севастопольцев и гостей города ожидали многочисленные выставки и концерт фольклорных коллективов. Праздничный воскресный день начался с соборной молитвы. Накануне в Севастополь прибыла икона с мощами святителя Митрофана Воронежского. Доставила святыню делегация во главе с епископом Острогорским Андреем. Владыка Андрей в сослужении духовенства Бориса Глебской и Воронежской епархии и Севастопольского церковного округа совершил в стенах храма божественную литургию. Вместе с хором Свято-Владимирского собора за богослужением пели участники Воронежского хора духовенства и жен священнослужителей Покров. Они же своим выступлением открыли фестиваль духовной музыки, который состоялся в стенах храма в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. Воскресенье день! Участие в фестивале приняли также хоры Свято-Владимирского собора в Херсонесе, князь Владимирского собора-усыпальницы адмиралов, Свято-Покровского собора и детский хор из Гурзуфа. С именами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Херсонес связан с 861 года. Совершая свою хазарскую миссию, святые братья прибыли в древний город Корсунь и обрели здесь мощи священномученика Климента Римского и Евангелие, описанное славянскими письменами. Веру, которую мы обрели с вами в 10-м столетии здесь же, в Херсонесе, это еще раз свидетельство о той важности святой херсонесской земли для нас славян. И очень важно, чтобы это посещение нашей Херсонеса дало нам действительно пользу и духовный рост, толчок для того, чтобы мы с вами видели, как можно действительно своими руками или своими талантами прославлять и восхвалять нашу культуру, наш язык, то, что оставили нам наши предки. На территории национального заповедника Херсонес-Таврический общегородской праздник, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, проходит уже в 23-й раз. В этом году вниманию гостей были представлены 44 выставки, редкой книги, фотографии, декоративно-прикладного искусства, а настроения создавали выступления творческих коллективов города. Евгения Константинова, пресс-служба Севастопольского облагощения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...